Да, друзья, это происходит прямо сейчас в прямом эфире. Здесь чемпион Европы и России по шашкам Николай Стручков. Мы приветствуем вас, Николай. Добрый день. Добрый день. И в прямом эфире Николай будет защищать, как мы написали, шашечную честь Петербурга, поставленную под сомнение другим известным гроссмейстером, белорусским гроссмейстером, вице-чемпионом Европы Евгением Кондраченко. Евгений, приветствуем вас. Добрый день. Ну и сразу подскажи, что помогать нам разобраться в этой дуэли будет эксперт Дмитрий Цинман из Казани, международный гроссмейстер. Он будет комментировать этот поединок. Дмитрий, добрый день. Добрый день, уважаемые любители и профессионалы. Такой замечательной игре, как шашки. Очень важно, как мы и обещали, здесь в студии победители нашей шашечной викторины Анна Мутина со своими замечательными детьми Соней и Дуней. И вот эти люди будут контролировать чистоту процесса. Как сказали наши гости перед началом прямого эфира, такого испытания у них еще не было. Так что это по многим параметрам прецедент, в том числе и по тому, кто следит за чистотой поединка. Но давайте сначала подскажем, как все будет происходить. Дмитрий. Сегодня пройдет матч, который состоит из четырех партий по молниеносной, ну или очень быстрой программе, как говорится. То есть каждому на одну партию дается три минуты с добавлением двух секунд. То есть ход делается и добавляется две секунды. По жеребьевке дебютов, то есть не изначальной расстановке, а по утвержденной Международной Федерации шашек. Сейчас произведем жеребьевку и будет уже сразу поставлена конкретная позиция на две партии. А после двух партий пройдет еще одна жеребьевка. То есть первая наша опция в прямом эфире называется жеребьевка. Да, жеребьевка ходов начальной позиции. Ну что ж, приступим. Как это обычно происходит? Ну, с целях, чтобы все, как говорится, было объективно и не зависело ни от ловкости рук участников, произведу жеребьевку лично я. Как это обычно делается? Вы рассказываете, что вы делаете, и мы будем приставить следующее. Так, для белых, вот я номер 5, а для черных номер 19. Вот есть такая таблица. Вот я нахожу здесь номер 5 и номер 19 на пересечении и вижу, что это G3F4. Дмитрий, а подскажите, пожалуйста, что это за таблица? Как это правильно называется? Это таблица жеребьевки начальных ходов и позиций. То есть это некий стандарт? Это некий стандарт в целях повышения результативности игры в шашке. И полученный результат нам о чем говорит? Полученный результат говорит, что у нас уже готова начальная позиция, то есть ход белых, и мы можем уже стартовать, начинать игру. Ну что ж, поехали. Кольные троги, и начинается игра. По ходу игры Дмитрий будет комментировать происходящее, потому что наш замечательный гроссмейстер Евгений Кондраченко и Николай Стручков играют, как мы понимаем, молча. Вообще не принято в шахматах. Ой, прошу прощения, в шашках говорить. В шашках не принято играть. Ну, наверное, пока достаточно спокойный дебют попался, я, наверное, скажу всегда, есть прогнозы, да, то есть в чью пользу, на взгляд, сложится матч, да. Да, выскажу свою точку зрения, то есть, ну, с одной стороны, Николай, он более титулованный, да, он двухпратный чемпион мира, действующий чемпион Европы, то есть титулов у него побольше, с одной стороны, но с другой стороны, как бы все эти титулы, ну, подавляющее большинство у Николая по игре с классическим контролем, ну, что и значит с классическим, то есть с более длинным, то есть 45 минут плюс 10 или плюс 15 секунд, то есть Николай, он любит, как говорится, основательно посидеть, подумать, все просчитать, то есть, а вот по молниеносной игре, вот, Евгений, ну, по крайней мере, я считаю, не уступает, то есть, он играет достаточно быстро, много знает, и Евгений, кстати, он, кроме того, что игрок, он автор большого количества книг по шашкам, по, особенно, вот, комбинации разного рода, то есть, ловушки, вот это вот, очень любит он красивые, красиво выиграть, не просто выиграть, а именно красиво выиграть, там, побольше шашек финальным ударом забрать, Ну, поэтому, поэтому, я думаю, что, как ни странно, сделаю такой мини-прогноз, что 55 на 45 по процентам пользует гения. Смотрим на лица гроссмейстеров. Гроссмейстеры абсолютно холоднокровны, несмотря на то, что все, что мы комментируем, они слышат, сидя рядом с нами, и мы рядом с ними. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, пока мы следим за поединком, а сколько шашки сейчас вообще актуальна история в России? Мы видим здесь юных гроссмейстеров, я напомню, Соня и Дуня следят за этим матчем. Вообще, насколько актуален этот вид спорта сейчас? Вы знаете, шашки, это ведь не просто вид спорта, это же, можно сказать, модель нашей жизни, в каком плане, что я имею в виду, что шашки, они прививают нам целый ряд тех жизненно важных качеств, да, то есть умение логически мыслить, это ответственность, то есть вовремя, как говорится, приходить, это дисциплинированность, это трудолюбие, то есть если хочешь чего-то добиться, ты должен работать, решать, значит, задачи, решать, делай домашние, как говорится, задания в том числе. И плюс это же ведь позволяет, вот как в шашках, допустим, молниеносной игре, за короткий период времени надо найти выход из сложной ситуации. Ну вот это и есть наша жизнь же. Поэтому, ну, видов спорта, конечно, сейчас много, много, поэтому нельзя сказать, что прям в шашках какой-то там сверх бум, да, но то, что шашки развиваются, популяризируются, в этом нет сомнения, потому что, например, вот сейчас в Кубке мира, который проходил в этом году, в 2016 году, да, в молниеносной программе суммарно семи этапов приняло участие более 260 шашистов из 38 стран. Ну, в общем-то, вот. Впечатляет. Да. А что мы можем сказать... Ну, я вот секундочку прервусь, чтобы была позиция такая интересная, но пока. Посмотрим на таймер. У Евгения остается чуть больше двух минут, у Николая около минуты. Ну, то есть борьба идет. Пока не будем мешать немножко. Пока не будем мешать, я напомню... Отличемся от доски, так скажем. Хорошо, я напомню нашим пользователям, что здесь, прямо сейчас, честь шашечной Санкт-Петербурга защищает Николай Стручков. Я напомню, у нас... Как это правильно называется, кстати? Это поединок, это битва, это матч? Ну, назвать, наверное, можно по-любому, но все-таки... Как правильно, канонически, как правильно? Ну, все-таки, я не знаю, как это... Ну, больше это все-таки, я считаю, как товарищеская встреча, но с определенным подтекстом, так сказать, что не просто сыграли, а все равно как-то проиграть не хочется, так скажем. О, безусловно. Я напомню, что вице-чемпион Европы Евгений Кондраченко, вы видите его руки сейчас справа на экране, и слева Николай Стручков. Отстаиваем нашу шашечную честь. Пока могу отметить, что традиционный Евгений играет быстрее, и у него гораздо больше времени остается на данный момент. Скорость, конечно, поражает в какой-то момент, да, внезапно происходит ускорение. Ну, Евгений форсировал ничью, отдал три шашки и забрал три в дамки, то есть провел мини-комбинацию, и соперники согласились на ничью, осталось по три шашки, по дамке, то есть явно ничельная позиция. То есть на данный момент счет? Счет, ну, если по международной, то есть 1-1 за ничью. Сейчас начнется вторая партия, теперь Николай будет играть уже белыми. Тот же самый дебют, жебевку которому мы провели, но теперь уже со сменой цвета. Итак, мы даем отмашку. Процесс пошел. Скажите, Дмитрий, комментировать статичные виды спорта, если можно говорить, что шашки — это статичный вид спорта, сложнее, чем зрелищные виды спорта? Ну, вы знаете, особенно тяжело комментировать, если игры с классическим контролем. Когда очень долго играет, 4-5 часов, потому что ведь идея комментатора, задача не только для тех комментировать, кто хорошо разбирается, но и для тех, кто, может быть, любитель или первый раз вообще даже, чтобы как-то заинтересовать. То есть, в целом, может быть, говорить не только об игре, но и в целом о развитии шашек, да. Потому что, ну, если просто, когда идет игра с классическим контролем, по 3-4 часа говорить только что на доске творится, ну, это, наверное, не очень интересно. Ну, сейчас здесь игра-то в молниеносной игре, то есть она носит достаточно, ну, более динамичный характер, да. Ну, я могу отметить, что дебют все-таки пока попался достаточно такой спокойный, потому что вот в этой таблице жеребьевки, да. Ну, дебютов-то много, но многое зависит от везения. Прошу прощения, что я имею в виду. То есть, ну, иногда попадается очень сложная, уже острая позиция. Ты буквально вот вытаскиваешь карточку, и сразу видно, что даже непонятно, куда ходить первым ходом. То есть, надо серьезно подумать. А в данном случае жеребьевка прошла достаточно так спокойная, то есть, ну, примерно равная позиция изначально. И чтобы что-то получить, надо уже что-то как-то придумывать. А как правило, в шашках, если ты что-то придумываешь хорошие позиции, то ты должен рисковать. Возможно, даже пройти через плохую позицию, через проигрыш. А когда играют два гроссмейстера, пройти через проигрыш, это может оказаться и проигрышем. То есть, соперник может использовать это. Евгений к вам прислушивается по ходу матча. А можем мы, кстати, это насколько далеко и насколько табуированную историю отвлекать вопросами участников поединка? Я думаю, лучше не стоит, потому что все-таки достаточно малое количество времени. Три плюс две, это, если так подумать, задуматься как следует, это нельзя. Три плюс две, ну, вы сами представляете. Три плюс две, это примерно три с половиной минуты на партию. Примерно. Ну, тут один раз задумывался, и все уже. И уже надо только быстро-быстро работать руками. Тогда я буду вас с вопросами одолевать, Дмитрий. И мы будем параллельно смотреть за тем, что происходит на доске. Многие в последнее время говорят об успехе такого вида спорта, как шахматы, и всерьез задумываются о том, чтобы вводить его в школьную программу. Быть может, имело бы смысл все-таки сосредоточить внимание тех, кто хочет видеть всесторонне развитых детей в будущем не на шахматах, а на шашках. Как вы относитесь к этому, Дмитрий? Вы знаете, о споре, что интереснее, что сложнее шахматы или шашки, это идет уже дискуссия достаточно давно, да. Но тут в чем причина? Почему шахматы все-таки более популярны, более так развиты? Ну, отчасти виноваты сами шашки. Что я имею в виду? То есть, ну, если, допустим, в шахматах, там же ферзь ходит, так-то он 10 пешек примерно весит, тут ладья, тут король, рокировка, то есть пешка, которая может превратиться в ферзя. То есть ходят по-разному, бьют по-разному, и как-то создается такая видимость, что, ну, очень сложный вид, то есть не сразу сообразишь, да. А вот шашки на вид, кажется, простая игра, все ходят одинаково, все бьют одинаково, то есть и изучить сами правила игры в шашки намного проще, чем в шахматы. И поэтому, когда вот даже у человека спрашиваешь, а ты играешь в шашки? Да-да, конечно, все играют. Ну, если говорить честно, то он не играет, а умеет передвигать по черным клеткам. А вот чтобы научиться, реально научиться хорошо играть, нужны долгие-долгие годы. Вот, например, про себя могу сказать, но чуть отвлекусь, заканчивается партия, прошла с минимальным преимуществом Николая, но в конце получилась достаточно известная оппозиция, и Николай форсировал ничью комбинацией. То есть завершился первый макроматч, две партии, ничья 1-1. Ну и сейчас я произведу жеребьевку на следующие две партии. Я надеюсь, что попадется уже более такой интересный дебют. Я перемешаю специально, чтобы тут что-нибудь позахватывающее. Да, дайте нормальный дебют, вот мне советуют. Буду стараться сделать все возможное, чтобы с дебютом повезло получше. Дайте нормальный дебют, подсказывают нам трибуны. Комментируйте, потому что мы в том числе занимаемся пропагандой этой истории в хорошем смысле слова пропаганды, и не каждый понимает, что же значит дайте нормальный. Ну, посложнее. Имеется в виду посложнее. Итак, вот попалась позиция с передвижением. Что я имею в виду? Есть часть дебютов здесь передвижения ходов, чисто шашек. А есть, которые одна шашка перемещается, и вторая у соперника перемещается. То есть, ну, немножко... Обязательно должна это сделать. Обязательно. То есть, вот дебют у нас попал вот такой. Белая шашка D2 идет на поле H4. D2 на поле H4. А черная шашка H6 идет на поле E5. И, исходя из этой стартовой позиции, мы даем отмашку третьему поединку. Да, даем отмашку. Здесь могу сказать, что, ну, как-то уже более интересно ожидается борьба. Ну, начинаем, да. Кстати, хотел спросить вас, Дмитрий. Рукопожатие на старте, рукопожатие в конце — это тоже обязательная процедура? Ну, вы знаете, шашки — это же не просто игра, это же... Ну, и культура какая-то, да. То есть, здесь уже зависит все от... В том числе от культуры, от образования, да. Но есть, которые после поражения могут руки не подать, но это уже просто неспортивно, как говорится. Я думаю, что Соня... Надо уметь проигрывать. Соня Эду не позволит сделать это нашим соискателям. Кстати, как бы мы назвали то звание, которое мы сегодня разыгрываем, Дмитрий? Ну, трудно сказать как-то. Ну, вы знаете, эта встреча сама по себе интересна. Почему? Потому что встречаются ведь те, которые встречались буквально месяц назад. Чемпион Европы против вице-чемпиона Европы. То есть, можно отчасти это назвать матчем-реваншем. То есть, тогда Евгений проиграл, а сейчас у него, как бы, есть шанс. Ну, пусть даже в товарищеской игре, но все равно доказать, что, в общем-то, он не хуже. По ходу нашего эфира наш пользователь, а у нас много пользователей, следит за игрой и задает очень простые вопросы. Скажите, пожалуйста, кто придумал шашки? Откуда вообще пришла эта игра, Дмитрий? Ну, шашки, вы знаете, произошли так давно, что очень много легенд, и точно сказать, где они прошли, неизвестно. Вот если там шахматы произошли в Индии в пятом веке, то про шашки говорят, что они произошли гораздо раньше, там еще при раскопках египетских пирамид. Не могу однозначно сказать, но скажу, что шашки — это игра, одна из древнейших игр на Земле. Ну, вернемся к нашему поединку, и так, что у нас происходит сейчас на доске? Ну, достаточно, так, как и ожидалось. Пока внешне так интересная напряженная ситуация, то есть, возможно, мы избежим ничейного исхода. А как часто бывает так, что кажется, что не должно быть ничьи, и все-таки в конце ситуация меняется? Это стандарт? Вы знаете, тут, конечно, многое зависит от мастерства игроков, от умения атаковать, от умения защищаться. То есть, мало как... Вот есть даже такая присказка, что самое трудное в шашках — это выиграть многоточие выигранную позицию. То есть, именно уже вроде кажется, все, уже и так выиграешь, и так выиграешь, а оказывается, что нет. То есть, надо полную концентрацию, сосредоточенность на всю партию. Нельзя отвлекаться ни на секунду. Раньше времени радоваться ни в коем случае нельзя. Я напомню, что в прямом эфире интернет-канала «Фонтанка.Офис» чемпион Европы и России по шашкам Николай Стручков защищает шашечную часть Петербурга, поставленный под сомнение белорусским гроссмейстером, вице-чемпионом Европы Евгением Кондраченко. Он играет сейчас белыми, Николай — черными. Да, традиционно Евгений имеет преимущество по времени. У него более двух минут преимущества. Но, опять же, для Николая, в общем-то, это не новая ситуация. То есть, он умеет играть, когда остается очень мало времени. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, насколько сложно оставаться хладнокровным? И, опять же, учитывая особенности сегодняшнего поединка, это и прямой эфир, это наша студия, это наши контролеры за матчами. Я напомню, здесь в студии одна из победителей шашечной викторины Анна Мутина со своими детьми, которые тоже занимаются шашками, Соня и Дуни. Можно ли создать такие условия, когда будет вообще невозможно сосредоточиться, насколько сложно это сделать? Ну, вы знаете, вот меня, например, в свое время тренер учил, что что бы ни делалось, что бы хоть кирпичи где-то валятся, а все внимание на доску. Но это, конечно, чисто так. Конечно, вот ситуация, в которой мы здесь, то есть прямой эфир, тут съемки, тут вот рядом кто-то что-то говорит, потому что это достаточно, ну, необычно, необычно. Обычно, когда играешь в партию, да, гроссмейстер, рядом тут с тобой никто ничего не говорит, но все равно это отвлекает, хоть как ни говори, отвлекает. Николай и Евгений, они справляются с этими вызовами очень хорошо. Ну, все-таки это профессионалом, надо сказать. Поясни, пожалуйста, Дмитрий, ситуация сейчас на доске. Ну, я, чтобы ничего не говорить, потому что я не могу сказать, у кого выигрыш, у кого выигрыш, потому что меня слышат игроки, но могу сказать, что ситуация интересная, то есть, и, в общем-то, так, вот, Евгений вот сейчас начал задумываться, то есть, он провел очень быстрых ходов первые 10-15, да, выиграл по времени, но сейчас у него стремительно начинает сокращаться время, вот, уже минута остается. Ну, это свидетельствует о том, что позиция непростая такая, интересная, но все-таки, видимо, с преимуществом черных, так, чисто внешне, без конкретной оценки, потому что, еще раз говорю, это, потому что играющие они четко считают, ну, я так внешне пока смотрюсь. Вот пока мы говорили, Николай провел очень красивую комбинацию, отдал 5 шашек и провел 4, и победа Николая. Да, чуть-чуть мы отвлеклись, и вот... Фиксируем отрыв. Да, вроде бы очень такая неожиданная комбинация, не казалось, что, ну, если ее резюмировать, вот эту партию, то, еще раз говорю, попал достаточно интересный дебют. Вот Евгений пытался, ну, как бы, накопить время, да, чтобы Николая было сложно разобраться при большом количестве сложной ситуации. Но Николай, как я уже сказал, он неплохо работает с малым количеством временем, то есть и в Цветноте хорошо играет. И одержал красивую, можно сказать, победу, красивую, провел комбинацию, потому что, вот, что очень важна комбинация, потому что многие говорят, что, ну, что такое шашки? Одну отдать, две взять, да, вот и все комбинации. Но нет, не так, вот, например, в первых двух партиях Евгений, значит, форсировал ничью, отдавая три, забирая три в дамки, да, а в этой, в третьей партии Николай провел еще более красивую комбинацию, отдал четыре, то есть отдал пять шашек и провел четыре в дамки. И мы замерли в ожидании четвертой серии. Да, началась уже, началась. Да, уже время идет, Николай просто раздумывает. Ну, по дебюту, видимо, у черных некоторые преимущества. Поэтому сейчас, я думаю, Евгений предпримет попытку все-таки отыграться. Я напомню, в прямом эфире интернет-канала Фонтан Клосс чемпион Европы и России по шашкам Николай Стручков. Он играет сейчас белыми, и черными сейчас играет вице-чемпион Европы белорусский гроссмейстер Евгений Кондраченко. Комментирует поединок международный гроссмейстер Дмитрий Цинман. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а всегда бывает так, что сначала не спеша, сначала очень аккуратно и с такими заметными паузами, и всегда в конце происходит вот эта стремительная схватка, когда шашки вылетают с доски одна за другой? Или бывает наоборот? Ну, если касательно молниеносной игры, вот как вот сегодня проводится, то есть с малым контролем, ну, как правило, я еще раз уже об этом сказал, задумываться некогда. Некогда задумываться. Особенно если возникла какая-то сложная жеребьевка, то чуть-чуть задумаешься, и дальше уже нет времени на расчет, на что уже полагаешься на интуицию, на какие-то знания, пытаешься свести к известным схемам, да, то есть уже четко рассчитать уже не получается. То есть в молниеносной игре, как правило, игра очень быстрая, что естественное, учитывая количество времени. Друзья, задавайте ваш вопрос, обращаясь я к нашим пользователям, как делают уже многие, вас спрашивают, а можно ли играть на деньги в шашки? Насколько это допустимо в этом виде спорта? Ну, на деньги, наверное, в любое, если есть желание, можно во что угодно. Ну, это имеется дома там, да, или на лавочке. А если, конечно, серьезно, ну, наверное, такие вопросы, еще почему, потому что все-таки до конца шашки не все воспринимают всерьез. Я это только так воспринимаю. Хорошо, ситуация на доске, насколько серьезно она, на ваш взгляд? Ну, как я уже сказал, Евгений отчаянно пытается уравнять общий счет и, в общем-то, создал, так скажем, определенные проблемы Николаю. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а много ли в мире национальных сборных по шашкам? Какое место среди них занимает российская сборная? Как я вот уже сказал, что в Кубке мира этого года приняло участие 38 стран, да? В чемпионате мира 2015 года в мужском и женском турнире суммарно было 43 страны. То есть шашки, еще раз говорю, они популярны, популярны. Но что касается России, ну, она, конечно, один из явных лидеров, да, но не случайно чемпион Европы. Россиянин сейчас, Николай Стручков, вот кто сейчас играет, да. Но из основных конкурентов, если речь про это, да, то, конечно, это вот та же самая Белоруссия, это Украина. Ну, еще есть Молдова, да, то есть Литва, то есть преимущественно, конечно, бывшие, да, СССР. Но это неудивительно, потому что другие страны все-таки, ну, не так долго еще в русских шашках. Что еще я могу отметить? Вот почему, например, популярность шахмат, она более высокая, чем шашки, да? Почему? Потому что шахматы играют весь мир по одним правилам. А в шашке очень много правил, то есть есть чекерс, например, да, английские шашки, да, есть португальские, французские, итальянские, чешские шашки, есть поддавки, турецкие, ну, очень много видов шашки, да. И вот одна из ролей, вот, которые Международной Федерации шашек под председательством Владимира Олеговича Лонгина, это объединить, вот, чтобы все на единой доске по единым правилам. Это нелегко, нелегко, я вам могу сказать, очень нелегко, но, ну, так сказать... А какие процессы помогают двигаться, да, вот, к достижению этого результата, объединения? В этом году, например, прошел чемпионат Африки. Ну, пока мы вот отвлеклись, и очередная блестящая комбинация, то есть в сложной ситуации достаточно Николай находился, но он сумел выкрутиться. Ну, Евгений, может, немножко перегнул, потому что ему надо выигрывать было, ничья не устраивало. Это был риск. Ну, уже рисковал, да. И вот Николай провел красивую комбинацию снова. И матч наш завершен, то есть со счетом 3-1, да, победу одержал действующий чемпион Европы, то есть мой прогноз оказался неправильный, да, то есть недооценивая действующего чемпиона Европы. То есть, если мы говорим о нашей конструкции, где отстаивается честь Петербурга, то пока? Ну, видимо, пока не получилось покуситься на шашечный, значит, сам Петербург. Да, конечно. Немножко постановка вопроса неправильно, скажем так. Честь Петербурга никто не пытался унизить, да. Я запрещаю этот город в 11 раз, не хватило бы столет, чтобы от него устать. Здесь полно друзей, товарищей, то есть там подальше в свою среду, так что просто дружеская встреча там. Ну, мы живем в медийной эпохе, поэтому такие встречи нужны периодически устраивать по любому поводу, да. Давайте договоримся, когда мы устроим вторую встречу в прямом эфире интернет-канала, когда вы снова здесь, друзья, окажетесь. Обычно мы летом бываем в июле на турнире «Белая ночь». Замечательно. Да, и в этом году и чемпионат мира. Да, Петербург – это шашечный центр. То есть регулярно два этапа Кубка мира, один летом, один вот как сейчас, в декабре. А еще в следующем году, в октябре, планируется чемпионат мира. То есть мы встречаемся здесь снова летом, но есть у нас еще несколько вопросов, можем ответить на них. Скажите, пожалуйста, самая необычная ситуация, в которой вам приходилось проводить матч сегодняшний поединок в прямом эфире интернет-канала «Фонтанк Офис». Вы бы его на какое место поставили? Я вопрос задаю обоим нашим гостям. Ну, наверное, сначала Николай пусть ответит. Ну, наверное, одно из самых, ну, высоких, самых неожиданных мест, да. И здесь, сейчас вы имеете? Да, сейчас, потому что… Это приятный случай. Вы постарались создать для вас такие условия? Ну, и, ну, больше не то, что, да, ситуация, в принципе, то, что вот Дмитрий сидит, комментирует, это немножко отвлекает, и… Ну, не то, что даже немножко, а сильно отвлекает, и… Мы старались быть тактичными, мы старались не сильно давить на ход принятия решения, но сам факт, да, вот этого фонового звука, он мешает. Да, то есть у нас в турнирах обычно, ну… Полная тишина. Да, соблюдается тишина, старается, и только вот эти монотонные там, как ходы, как часы нажимаются, только вот эти вот звуки, они как-то… К ним мы уже привыкшие, да. Мы в следующий раз положим микрофон исключительно вокруг доски, и будем слышать только шелест шашки по поверхности, по поверхности клеточной доски. Хорошо. Евгений, что вы думаете о произошедшем, и насколько это было сложнее предыдущих необычных матчей? Ну, как, в принципе, условия хорошие, место необычное, конечно, красивое, интересное, так все. Мне приходилось из необычных матчей в свое время играть в армии, когда я был, да, с товарищами, играть вслепую. Для них это было что-то немыслимое, то есть когда человек поворачивается спиной, легко приставляет доску в голове, да, любой мастер, да, называет ходы и, как правило, выигрывает. И вот так обо мне пошел слух тогда по всей моей бригаде, что вот поворачивается спиной, играет в шашки, и такой интересный момент был. Подходит ко мне молодой солдатик, спрашивает, это ты, тот самый, который в шашки задом играет? Нет, дружище, я играю головой, задом играешь ты. Да, это очень хорошо, это очень хорошо. Хорошо, еще один вопрос от наших пользователей, если позволите, скажите, пожалуйста, какое соревнование среди шашистов, я правильно формулирую, шашистов, считается самым главным, престижным, куда все стремятся попасть? Конечно, чемпионат мира. Как и в любом другом виде спорта. Чемпионат мира, конечно. По нечетным годам чемпионат мира у нас проходит, по четным чемпионатам Европы, да. А также еще два раза проводились всемирные интеллектуальные игры, вот, это тоже, как бы, она проводится раз, ну, должна проводиться раз в четыре года, вот, это были тоже очень престижные игры, где, который собирал, ну, круг самых сильных гроссмейстеров. Сейчас тяжело об этом говорить, потому что в старые добрые советские времена, в, допустим, в 82-м году, у нас в СССР было 2,5 миллиона квалифицированных шашистов, да. В 36-м году в Питере в свое время проходил турнир заводов-гигантов. На первом этапе 10 тысяч участников. То есть, трудно себе представить такое. Да, это не укладывается. Наша задача возрождать эти традиции, потому что информационная база очень колоссальная, очень наружу известна, подытожена, книжки написаны так, чтобы брать, брать молодежь, нанизывать на этот скелет и играть в шашки. Я думаю, что еще 3-4 поединка в прямом эфире, и шашки войдут в олимпийские виды спорта. Ну, по крайней мере, шахматисты сдали 20 лет, как вот с 20-го года будут. Будем надеяться, конечно, это. Вы знаете, я могу вот в своем немножко пессимистический вид и шашки, и шахматы. Дмитрий, ну мы так хорошо на позитив в конце вырулили, ну хорошо, давайте попробуйте. Тогда не буду. Попробуйте, попробуйте, у вас не получится. Как не получилось, как не получилось сегодня в игре. Ну, вы знаете, мое мнение, что скорее в олимпийскую программу войдут прыжки в ширину, или что-то там, кто дальше что-то кинет, прюнет, и уж извиняюсь, чем интеллектуальные виды. Ну, как-то вот сейчас мир тянется вот именно зрелищно, чтобы быстро-быстро интересно, чтобы все было понятно. То есть в футболе как? Прошел по флангу, навесил, так, тут защитник неправильно сыграл, тут хорошо сыграл нападающий головой. Все четко видно, кто ошибся, кто правильно сыграл. А в шашке что? Сидели-сидели, что-то думали-думали. Вроде было шашек поровну, и вдруг раз, кто-то выиграл. То есть для непосвященного просто ничего не понятно. То есть надо хотя бы кандидатом мастера быть, чтобы, наблюдая за шашечной игрой, что-то понимать. Евгений, что вы думаете? За счету своей концепции могу просто показать красивый очень пример. Наверное, самую разробную комбинацию на доске, которая так вам неизвестна, по крайней мере. Сейчас, секундочку, я быстро надвигаю положение. Дело было в далеком 1953 году, в чемпионате Московского дворца пионеров. Такая сложная позиция, значит, видно, да, значит. Черная отдает шашку, белая решает, что можно ее забрать. Обратите внимание, восходное поединение на доске у белых 12 единиц, у черных 11 до комбинации. Что же было потом? Отдаем еще, бить обязательно, как и в боксе. Жидательный ход. Значит, вскрываем игру. И самое трудное, сбить сначала одну шашку. Промжиточный ход. Билоги бить. Внимание, первый удар. Прошли в дамки. Сняли 5 единиц. Белые вины сняли бить. Второй удар с подрывом поля. Внимание, что осталось на доске. Вот это нас и привлекает. Как уже коллега говорил, шашки – это модель жизни. Это не просто примитивный набор каких-то там функций математических. Это искусство, культура, спорт, наука. То есть все одно. Считаешь варианты с доской, то же самое получаешь и делать их в жизни. Очень помогает. Что бы вы могли сказать нашим юным, подрастающим, гроссмейстерам, как сохранить интерес в зависимости от того, как ты меняешься, растешь и взрослеешь? У вас в каком возрасте это началось? И какие были искушения, чтобы избавиться от шашек? Нет, шашки – это уже навсегда. Можно все, рецепт бросить, пить, курить и так далее, но шашки – это уже навсегда. 9 лет я с ними познакомился, а то же скоро будет 29 лет, как я у них играю. Иногда бывает, ну, немножко устаешься, может быть, серафик такой жесткий, дурнирный, но потом, начиная скучаясь, снова вливаешься в эту игру. Николай, как был у вас? Я с 7 лет играю. И действительно, ну, это как бы был урок шашек в школе, и поэтому, наверное, мне сначала было ну, в общем, интерес пробылся сразу, и такого, чтобы как-то забросить, не было никогда такой мысли. Хорошо. Я не буду вас долго мучить. Последний вопрос от наших пользователей, раз мы заговорили по классический спорт. Классический спорт в последний год у нас через просто запятую идет с термином допинг. Скажите, пожалуйста, каким мог бы быть, и есть ли он вообще допинг в шашках? Начнем с Николая. Что помогает, что мешает, и здесь есть пространство для какой-то хитрости, для нечестной борьбы? Ну, если говорить какие-то препараты, то, конечно, нет. Я думаю, какие-то стимуляторы, умственные стимуляторы, чтобы, я не знаю, вряд ли это как-то может помочь играть. Но это есть или этого нет? Нет, я думаю, нет. Но к нам такие факты неизвестны. То есть настоящий гроссмейстер обходится без всего этого, в шашках? Без препаратов. Но есть какие-нибудь, конечно, хитрости могут быть. Например, другого рода. Например, например. Классическое читерство, микронаушные клухи там, и пошло-поехало, да. То есть бывают такие, к сожалению, случаи, там, нечистоплотные, да. Ну, все это легко выявляется, достаточно, да. Сейчас есть сильные программы шашечные, которые могут проанализировать партию от начала до конца за, там, буквально считанные секунды, минуты. И если кто-то, вот, может, используя какие-то технические... Эмоциональные технологии. Приспособления. Ну, это в шахматах, допустим, это очень... С этим борются. Специальные какие-то заглушки, либо металлодетекторы, да. На недавней Олимпиаде, допустим, шахматное было, там, ну, то есть, человека там ловили, да, и была дисквалификация, и так далее. В шашках тоже надо с этим бороться. В шашках это все-таки в меньшей степени. То есть у нас не как в сказках, то есть съел таблетку и поумнел. Нет, такого нет у нас. Надо работать с головой. Шашки — вещь. Констатируем мы в конце нашего эфира. Спасибо вам большое. Это было крайне познавательно и интересно для тех, кто вдруг не знал, что такое шашки, но теперь точно знают. У нас здесь Николай Стручков, чемпион Европы и России по шашкам, подтвердил звание сильнейшего. По крайней мере, в этой студии вице-чемпион Европы Евгений Кондраченко пожал руку победителю. И это мы зафиксировали на фото и видео. Я напомню, что с пониманием происходящего сегодня в прямом эфире интернет-канала «Фонтан Коевс». Нам помогал международный гроссмейстер Дмитрий Цинман. Спасибо большое, Дмитрий. Любите шашки. Будем стараться. Соня, Дуня и Анна Мутина, спасибо вам огромное. Как мы понимаем, у вас к чистоте произошедшего претензий нет никаких. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы будем продолжать заниматься этой историей, популяризировать хорошие, умные виды спорта. И на этом у нас все. Субтитры подогнал «Симон»